Всем привет! С вами Оксана Майкова. Я помогаю мастерам недвижимости Испании максимально выгодно и безопасно. И если вы заметили по моим ранним видео, по моим историям на Фейсбуке и в Инстаграме, то я сейчас нахожусь в Аликанте. И, наверное, пришло время осваивать этот рынок, потому что цены растут, как я уже говорила. Дешевой недвижимости экономичной становится меньше, не больше. Поэтому, ну, как бы работаем с рынком, работаем с тем, что есть. И я вас приглашаю в наше путешествие по просмотру квартир. То есть не по продаже квартир, смотрите, покупайте, а потому что есть на этом рынке за те деньги, которые мы сегодня можем себе позволить. То есть фактически, фактически, это минимальные цены, с которых можно стартовать в инвестиционную недвижимость. Это то, что можно окупать и то, что будет приносить какой-то доход от аренды. То есть я смотрю видео спонтанно, вы сами понимаете, то есть не готовят для вас специально просмотров. Потому что то, что есть, то и смотрим. Что есть, то и показываем. Оглядываюсь я, что своих, свою семью. Ну все, мои хорошие, давайте смотрите. Все, что смогу, вам покажу. Кстати, собака со мной. То есть он у нас тоже профессиональный риэлтор. Теперь вот так вот ищем с собаками, ищем с милицией. Ищем все, что можно найти, и все, что можно еще с этим рынком сделать. Смотрим. Да, про лайки тоже не забывайте. Ну это я так, к слову. Смотрите. Это отремонтировано. Кому отдельно, что не нужно. Сегодня будем смотреть много всего. 50 метров из полезной площади, две спальни, мебель все вынесут, продают без мебель. И кухня тоже будет. Так, смотрите. Что важно, да, для... Вот слышите мой звук, слышите? Слышим. Кто хочет хороший звук. Это чуть выше этажок квартира. И она чуть-то больше. И она у нас продается с милициями. Но стоимость ее на 20 тысяч больше. То есть 85 тысяч. Вот вам и идея, да. То есть вы покупаете водитель, ремонтируете Аликанте. Сейчас для этого идеально. Идеальный инвестиционный город. То есть когда еще можно. У нас уже все купили, все отремонтировали на пост адресу. И цены подняли так, что страшно дышать. А здесь еще все это есть. Я уверена, что сейчас мы все это увидим. Вот так вот этот дом выглядит со стороны. А сейчас я вам покажу примерно, как выглядят дома в данном районе. Они достаточно похожи, наверное. Ну, а вы мне сами скажите потом под видео, откомментируете. Вот обратите внимание, сейчас уже немножко вечереет. Вот такой вот есть дом. Вот такие вот. Их очень много. То есть сам район, вот этот вот, называется Каролина-Альта. И вот здесь, смотрите. Ну, я бы сказала так, что это вот достаточно приличное сооружение. Еще раз повторю, что таких вот много. Они с обеих сторон такие, да, мам. Тиры за 59 тысяч. То есть мы еще не торговались без ремонта. Ну, то есть чтобы контраст был понятен. Очень тихо. Очень необычно сделан вот этот вот балкон, да. То есть он как бы застеклен. Это как лоджия. Но здесь, конечно, нужно. Находится она рядом с бульваром в центральном. Тут место расположения, у нее очень хорошее. Большая спальня. Такая большая ванная. Вот эта вот часть левая очень даже ничего. Но, как мы любим, у нас экономят на правой части. Здесь маленький туалетик. Маленькая спальня. И совершенно-совершенно маленькая кухонька. Как мы с вами... Хотя вот, если говорить о том, что здесь даже стол стоит, то есть в принципе, если грамотно ее разложить, очень хорошо открытое окно, смотрите. То есть как мы любим, ломаем стену, оставляем вот эту несущую колонну. И что у нас получается? У нас получается прям шикарный зал. Вот это прям совсем чистенький, такой приличный дом. И он еще находится на площади. Надо сказать, что в районе очень много прошли. В принципе, при просмотре квартир мы всегда встречаемся на какой-то площади. Чем отличаются, например, Эликанцы от той же самой Малаги? То есть вот они более такие квадратные, эти дома. И очень правильные прямые улицы. То есть и я думаю, что это все застраивалось как социальное жилье. Потому что, в принципе, наличие стольких одинаковых построек в одном месте, прям целые кварталы. То есть это о чем-то говорит. Ну, очень, конечно, радует парки. То есть это вот возле нашего прям дома. Мы вот здесь вот живем. Ну, как бы снимаем квартиру. Для того, чтобы понять, нужно обязательно пожить в районе, чтобы, во-первых, понять, как и что, что за публика. Так не страшен, как его молюет район. Так не страшен район, как его молюет. Вот. И вот у нас прям перед домом вот такая улица. Можно гулять собачкой. Видно, какие дети здесь гуляют. То есть то, какая коммуникация происходит. Это все очень важно и для аренды, и для покупки. Ну, опять же, то, что вы ищете, если это совпадает с вашими планами на то, что вы представляете. Потому что одно дело приехать в центр, остановиться в гостинице, походить по набережной, а другое дело, рассчитывая на свой бюджет, себе приобрести квартиру. Естественно, вы можете это увидеть только своими глазами и сами принять решение, насколько вы готовы к этому или нет. Может быть, это лучше того, что вы себе представляли. Может, много хуже. Ну, очень важный момент. Видите, смотрите, какая красотень. У нас зацвела сиреневая акация. А находимся мы в шикарном городе Аликанте. Но не это ли мечта каждого? Вот сейчас купим квартирку, выставим ее на Airbnb, и будет нам счастье. Слева спальня. Вот, смотрите, давайте пофантазируем. Справа ванная комната. Причем с окном. Это хорошо. Ванну можно заменить на душевую кабину, и будет нам счастье. Дальше входим в общий салон. Вот он такой, общий салон. Раз, два, там еще спальники. Вот на кухне наш прекрасный вид из окна. Здесь наша кухня не совсем прекрасный вид из окна. А, газовый баллон. Вам придется на четвертый этаж тащить этот баллон. Ну, или это будут парни делать, которые привозят. И все говорят, что парни привезут и притащат. Но не всегда эти парни хотят тащить. Они иногда оставляют его, ну, чаще всего, внизу. А дальше вы забираете. Это у нас спальня. Прекрасная плитка. Кстати, у нас спальня побольше. Здесь очень много нужно работы провести. Прям очень много. Здесь прям вот одним мазком не отмажешься. Здесь такие кривые стены, волна. Ну, здесь все. Ну, как цена. Есть цена, есть задача. А вот это реальность. То есть от мечты к реальности я назову вот эту часть ролика. А это мы вышли на кухню. И вот что нам открывается перед глазами. Это не... Я не хочу уже сказать, что плохо. Я же не ханжал. Но как бы реальность должна быть реальной. То есть можно придумывать. Можно вообще эти окна закрыть и не открывать. Но вот если вы открываете, вы должны все понимать. То есть все четко оценивать. Вот такой у нас первый день просмотров. Сегодня понедельник. И мы смотрели первые квартиры. Ну, как могла с вами поделилась. То есть какие-то свои мысли я вам высказала. Потому что когда приезжаешь в новый район, когда понимаешь экономическое положение, но каждый, как мы говорим, каждая квартира, она индивидуальна. Каждый объект недвижимости имеет свой характер, имеет свою какую-то особенность. И для покупки и для продажи нет определенных формул, по которым вы оценивались. Поэтому я думаю, каждый сделает свои выводы. Ну, там уже, как говорят, в силу своей подготовки. Но, ребят, самое главное, я и говорю еще раз или еще раз. Чем больше вы готовы, чем больше вы знаете о том, что вы делаете, тем вам проще. То есть для вас не будет страшно ни регион новый, ни новый город. То есть вы будете понимать, как это работает. Вот это самое главное. То есть какие формулы применить для того, чтобы не ошибиться. Потому что ошибки в покупке недвижимости стоят нам очень дорого. А с вами была Оксана Майкова. Пока-пока. Увидимся в следующем видео. Лайки ставим, не забываем. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И оставляйте под этим видео комментарий. Если нужна какая-то дополнительная информация, вся она есть под этим видео. В описании. С вами была Оксана Майкова. Пока-пока. Увидимся в следующем видео.